Библейский портал экзегет.ру представляет Яков объясняет, а как, собственно говоря, жить. Он показывает на каких-то очень простых примерах, обращается к разным категориям людей и подсказывает им, что им делать. А теперь обращусь к вам, богачи. Плачьте и рыдайте, ведь вас постигнут бедствия. Богатство ваше сгнило, одежда изъедена молью, золото и серебро заржавели, и ржавчина – это будет свидетельством против вас. Пожрет она ваше тело, как огонь. Время подошло к концу, а вы насобирали себе богатство. Ну, казалось бы, что плохого в богатствах? Это же инструмент. Он что, революционер? Он требует все отнять у богатых и раздать бедным? Не совсем. Он объясняет сейчас, что в этом плохого. Вы лишали платы работников, что собирали жатву на ваших полях. Вот эти деньги кричат о ваших преступлениях. И Господь Саваоф услышал громкий плач ваших жнецов. Господь Саваоф – это еще ветхозаветное обозначение Господа воинств, Бога Отца. На земле вы жили в роскоши и довольстве, вы раскормили собственные сердца на день, когда назначено заклание. То есть, как жертвенное животное, которое откармливают к празднику, чтобы его заколоть, так и вы свои сердца раскармливали. Но речь идет, конечно, не про какие-то болезни сердечно-сосудистой системы, но про вот это состояние, когда человек себя тешит всячески, вот себя ублажает. А для этого ему нужно угнетать других. Во-первых, денег нужно больше. Во-вторых, ну вот это чувство, что я-то выше вот этого всего плебса, вот этих всех простецов, вот этих всех нищих, которые там где-то подо мной копошатся. Это самый простой способ себя возвысить, унизить тех, кто вокруг тебя. Праведника вы осудили и убили, а он не противился вам. Здесь может идти речь о распятии Христа. Получается, он обвиняет в нем богатых. Ну а кого еще? Да, простая толпа тоже кричала, распни его, но в общем-то это сделали члены Синедриона, Пилат, римские власти, то есть сильные миры сего. А толпа, ну да, она там кричать-то кричала, но решение было не в ее руках. А может быть, это общая ситуация, когда праведники убиваются, терпят какие-то гонения со стороны богатых, сильных, знатных, когда вот это тоже способ себя возвысить. Ну, например, Иоанна Крестителя убил кто? Царь Ирод, да, хотя, наверное, много кого обличал Иоанн, но только царь смог поднять на него руку, вот, и была у него власть, была у него дерзость это сделать. Так будьте же терпеливы, братья, ожидая пришествия Господа, так земледелец, чтобы получить драгоценный урожай от земли, дожидаются сжатвы в пору осенних и зимних дождей. Ну, тогда дожди были как раз в осенне-зимний период и ранней весной, поэтому сеяли в основном осенью, ну и не очень хорошее время зима, правда, особенно на юге, где нет снега, нет вот этого веселья там зимнего снежки, снежные бабы, а просто дождь в основном идет с утра до вечера, ничего хорошего и приятного. Но это надо претерпеть, чтобы дождаться всходов. Будьте и вы терпеливы, укрепляйте сердца ваши, ибо близко предшествия Господне. Не жалуйтесь, братья, друг на друга, а не то сами будете осуждены, вот и судья уже при дверях. За пример возьмите, братья, с каким терпением переносили страдания пророки, которые говорили от имени Господа. Кто сохранил стойкость, того мы считаем блаженным. Вы слышали, как терпелив был Иов, и знаете, какой конец пути дал ему Господь. Он многомилостив и сострадатель. Призыв к терпению, не думаю, что он нуждается в каких-то особых комментариях, но смотрите, богатство и терпение здесь противопоставлены. Богаче тот, кто нетерпелив, тот, кто стремится получить все удовольствие. А терпение – это не обязательно бедность, но это вот состояние, когда человек живет как бедняк, которому приходится многое претерпевать. Ну и дальше ряд практических советов, как жить. И прежде всего, братья, не клянитесь ни небом, ни землей, ни другой какой клятвой. Пусть ваше «да» будет действительно «да», а ваше «нет» будет «нет», иначе будете осуждены. Что такое клятва? Ну, то есть так языком человек мелет, что ему вздумается, но клятву он говорит всерьез. А у вас каждое слово как под клятвой. Да, вот что говорите, то и говорите. «Если кто из вас страдает, пусть молится. Если благополучен, пусть поет псалмы». Да, тоже форма молитвы, но разная. Первая молитва, очевидно, просительная, вторая – благодарственная. «Если кто из вас заболел, пусть и зовут пресвитеров церковных, и они, возложив на него руки, помажут его маслом во имя Господне». Соборование, кстати, возводится именно к этой цитате, вот православное таинство Соборования. «Молитва с верой спасает заболевшего, спасет заболевшего, поднимет его Господь, и если какие совершил грехи, они будут ему прощены». Вот тоже единство, да, как у Иакова единство веры и дел, так и единство исцеления от болезни и прощения грехов. Это не одно и то же, конечно, но они идут вместе. «Так что исповедуйтесь друг другу в грехах и молитесь друг за друга, ибо много может усердная молитва праведника». Зачем, казалось бы, зачем вот исповедаться в грехах, а затем, что это призыв к молитве, взаимной молитве друг за друга. Человек просит о помощи, он не отчитывается в совершенных грехах, он не говорит, какой он гадкий и мерзкий, он говорит о том, что ему нужно помочь, и церковь приходит к нему на помощь своей молитвой. «Илья был такой же, как и мой человек, но он помолился, чтобы не шел дождь и не было на земле дождя, 3 года и 6 месяцев. Затем он помолился снова, и небо дало дождь, и земля произрастила урожай». Вот один из примеров, наверное, есть в жизни у многих людей, не знаю, может быть, даже у каждого, примеры действенной молитвы, когда происходит, ну, не то, что какое-то чудо, да, там небо на землю не сошло, ну, и при Илье не было дождя, а потом пошел. Тоже ведь бывает, да, но для верующего человека это признак того, что его молитва услышана, да, когда что-то, ну, вполне возможное физически, просто, может быть, не очень вероятное, чтобы 3 года не было дождей происходит в связи с его молитвой. «Братья мои, если один из вас пойдет в заблуждение, а другой наставит его на истинный путь, этот человек, пусть он так и знает, вернет грешника сложного пути, спасет его душу от смерти, и это перевесит множество грехов». Грехов ли того, кто впал в заблуждение, или того, кто его оттуда вывел, неважно, мне кажется, даже, то есть вообще вот жизнь общины – это жизнь солидарная, это жизнь, где совместная молитва, где совместная вера, совместное действие, проявляющее эту веру на практике, оно меняет всех участников, и того, кто отпал, и того, кто его вернул, и, может быть, всех вокруг, то есть вот есть община как нечто единое, цельное, любое разделение внутри, любая попытка выделить богатого, об этом было сказано особо, любая попытка внести какое-то в нее разделение – это уже есть грех. Ну, а если мы хотим преодолеть эти грехи, то, собственно, солидарность – это один из важнейших путей для этого. Иаков не дает никакого заключения, прощальных приветствий у него нет, как у Павла будет, потому что он обращается не к конкретной общине, а как бы сразу ко всем, и, кроме того, видимо, Павел все-таки создавал такие вот законченные произведения. У Иакова это больше выглядит как набор рекомендаций, есть связь между ними, да, это не то, что просто записные книжки, где все в беспорядке, но это набор рекомендаций, и в конце не нужно никакого вывода, потому что уже, в принципе, все это есть. На этом завершается послание Иакова.